Добрый день, уважаемые зрители, наши подписчики нашего канала. Давно мы не встречались с Игорем, и поэтому он сегодня у нас в гостях под кружечку чая. Расскажет о всех новшествах, которые ожидает компания Golden Mask. Потому что, кто не знает, я напоминаю, Игорь, официальный представитель компании Golden Mask в России. Привет, Игорь. Здорово. Да, сто лет тебя не было. Спасибо, что вы просили. Да. И сразу же хотелось бы узнать, много-много различных слухов каких-то ходит, касающихся компании Golden Mask, касающихся конкретно представительства в России и так далее. Верные они, неверные. Ну, я понял. Ну, смотри. Значит, компания Golden Mask это две компании, по сути. Одна Golden Mask Metal Detectors, другая Golden Mask Electronics. А что это как-то? С компанией Golden Mask Metal Detectors мы больше не работаем. С компанией Golden Mask Electronics, которая производит глубинники, мы продолжаем наше совместное сотрудничество. Значит, грунтовые детекторы мы теперь выпускаем с сами подмашек сварок. Понятно. Это не копия, что мы все... Ну, то есть, это оригинальные приборы, да? Это свои, да, полностью. Но сварок, он уже давно, в общем-то, на рынке и успел зарекомендовать и приобрести, в общем-то, своих поклонников. Ну, да. Ну, в принципе, это как бы... Я этого не скрывал, например, что-то на основе фракийца было сделано. Ну, первоначально. Потом-то как бы мы все-таки свои схемы сделали. Ну, там на самом деле, мне кажется, и сам Golden Mask сделал на основе фракийца, в общем-то. Ну, по сути, это лампочка. Ну, да, 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 да. Схема стандарта. Налоговый детектор. Оно аналоговый, недорогой аналоговый детектор, да? Да. Ну, в принципе, да. Кому интересно, могут зайти в интернет и почитать видео, посмотреть. Там, по-моему, уже полно про свароги, да, вообще? Кому интересно? Ну, да, я как бы говорил там в паре мест, что там новая модель выйдет, там, возможно, весной. Ну, короче, стараемся, чтобы к этому сезону вышло. А свароги будут новые, да, тоже выходить? Да, трехчастотный. Называем мы его, ну, ратич. Сварога-ратич. А, это уже новый совершенно прибор. Вообще новый. Вот. Значит, три частоты 10, 15, 20 кГц в нем в одном. Значит, управление током на катушку, громкое железо. А, подожди, подожди, подожди. Акцентируй, пожалуйста, управление током на катушку, что это значит? Ну, то есть, ты ток на катушку можешь изменять ручками. А, то есть, я могу сделать его более, это типа чувствительность, вариант чувствительности? Нет, не совсем. Чувствительность здесь никак не влияет. Угу. То есть, условно говоря, меняется сила электромагнитного поля. Ну, можно так сказать. Что это дает? Ну, это дает, когда у тебя грунт сильно фонит, уменьшаешь, например, ток на катушке, у тебя грунт становится более прозрачным. Угу. Да, глубина немного падает, но на сложных грунтах это помогает. Понятно. Что еще будет в этом приборе? Или когда вообще? Планируется, не планируется? Ну, просто обсуждать электронику, это... Ну, да, 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 да. Это неинтересно, потому что, ну, вряд ли... Конечно. Я могу сказать, что она полностью изменена. То есть, там, не то, что изменена, там, в принципе, она другая. Начиная от компонентов, заканчивая самой схемой, там, схема питания другая, там, фильтры другие. Угу. То есть, там, функции добавлены новые, там, какие-то изменения у него в капитале. Ну, короче, там... Ну, это полностью абсолютно новый разработанный прибор, да? Ну, да, тем не менее, он в прошлом сезоне, там, с весны по осенью, он полностью проходил, ну, два прототипа проходили испытания. Угу. Тестирование. Как себя запрендовали? Есть что-то? Много, чем я это... Были? Да, меняли, походу, конечно. То есть, как бы, не без этого. Но, в общем и целом, к осени уже после последней доработки было ясно, что прибор готов. То есть, такое было бета-тестирование, короче, да, как бы? Даже... Или, да, альфа-тестирование. Альфа-дельта. То есть, там изменения были неоднократно, поэтому, в общем и целом, прибор все показал положительно. Неясно. Полностью аналог, да, как бы? Аналог полностью. Там, никакой цифры. Угу. На цифру пока... Ну, вообще, интересные достаточно частоты, потому что, ну, 10, да? 10, 15 и 20. 20 частота очень интересная, на самом деле. Я понимаю, 15 универсальная, 10 это что-то такое ближе к монетной, да, частоте? Монетная, да. Ну, все-таки, ну, мелочок тоже хорошо. Но поинтереснее, да. 10 гораздо интереснее, чем 7. Вот. Я так думаю. Ну, вопрос такой, по словам предпочтения, на самом деле. То есть, 7, она тоже, в принципе, неплохая. Ну, по мелочи-то уже. Слушай, ну, скажем так, ладно. Было прекращено, скажем, общение вот с Golden Mask... Каким? Электроник? А, металл детектерс. Скажи, пожалуйста, ну, ведь многие люди купили вообще приборы. Будет ли вот... Гориция? Просто такие поступают, да. Нет, гарантия, ну, как бы, вот это говорю, да, гарантия, ну, как бы, ничего. Гарантия будет продолжаться, все, как бы, туда, без вопросов. Все, да, написано, пожалуйста, все к нам. Угу. А, скажи еще, что вообще, ладно, это все металлодетекторы, а вот что-то касающееся аксессуаров, что-то там. Я слышал какие-то слухи, ходи, вот, про универсальные наушники. С днем рождения, Лех. А, спасибо. С днем рождения был, я не слышал. Ну, что здесь? Ну, вот то, что ты спрашиваешь. Классный подарок, скажи мне теперь. Я просто не очень понимаю, что к чему. Ну, ты померяй, да. Право-лево, я все делал. А как здесь определять, где право-лево? Написано, одевай. А, ага. Знается? Блин, удобно. Ой, я сейчас орать, да, начну? А ты трансмитер. Ну, офигеть, такой маленький. Да. У меня просто были наушники, вот, для Окея, я свои использовал. Там такой трансмитер был, который одевался вот так вот. У питона покупал. А вот, а тут такой маленький. Тут переходи. Слушай, я ничего не слышал о этих наушниках. Наушники очень здорово кронируют. И они, что самое главное, да, не давят на мочки ушей вот эти вот. Ну, это ты потом разберешься. Да я с ней, они нормальные. Они нормальные. Слушай, прикольные, такие симпатичные. Смотри, прям блестящие такие. Сварок. Смотри, Лёх. А вот это что такое? Вот это внизу, вот это. 106. А, это 106? А что такое 106? Маркировок. А, маркировок. Сварок 106. 106-й Сварок, да? Еще какие-то наушники планируются, видимо, нет? Планируются. Потому что уже делаются. Раз 106 есть, значит, будет 107. Уже делаются. Ну, не будем забегать вперед. Там же хорошие наушнички, мне нравятся. Ну, походишь, скажешь. Не, ну, я в принципе, я много наушников. Я всегда хожу, уже больше 10 лет я хожу с наушниками. До этого я ходил без наушников и как бы говорил, а, вот эти с наушниками, кто там ходит, это понторезы, елки. Нет, потом я понял, что наушники это очень важная вещь в приборе. Вот так, что еще? Что для чего? Смотри, это ты втыкаешь в аудиоразъем. Значит, если у тебя 6,3, а не 3,5, то значит, ты это делаешь вот так. Переходник всегда втыкается. Ну, они всегда тоже сложно втыкаются, да, там, сексатором, я помню. Он не выскакивает. Ну, да, 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 да. Вот, если тебе не хватает длины, есть удлинитель. Ну, удлинитель такой коротенький. Ну, в принципе, при таком трансмиттере, да. Его достаточно, да, его достаточно. То есть, здесь будет липучка еще, вот такой кругляшок. Приклеишь сюда сам, на штамбы, там, куда угодно. Приклеился, прицепился, все. Куда тебе... Но, я так понимаю, тестовые, да? Они есть уже на продаже эти наушники? Они есть уже. А, есть, все, да? Стоит уже, все. То есть, может любой человек уже позвонить, купить эти наушники? Да, значит, чтобы всем было, знаешь, для, скажем так, для злых языков сертифицировано, технические условия, ребят, все как положено, все по закону. Вот, здесь, значит, смотри, видишь, два шнурка. Я тоже вот тут. Здесь два порта. Ага. Раз воткнул шнурок, два воткнул шнурок. Сюда ты втыкаешь. Все, и наушники, собственно, да? Да, с одного раза все заряжается. Классно. Все, как бы, ну, ну, ничего сложного, в принципе, но... Ну, да, 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 все просто. Единственное, там люди спрашивают, КТПРО, ну, КТПРО, ребят, не подходит, потому что разъем другой. Но в большинстве случаев это будет либо вот этот разъем. Слушай, но переходник на АТПРО наверняка найдется где угодно. Не найдется, вещь весьма специфичная. Мы сейчас над этим думаем. Я просто с АТПРО не в курсе. Короче, Леха, будет скоро. Ну, просто вот в данный момент его нет. Ну, в принципе, сделать вам... Нет, я не говорю у тебя, где-то можно в Китае, там, знаете, где-то можно в 3D принтере напечатать. Если кому интересно, там, пишут в личку, я 3D модель дам. Сами на 3D принтере напечатают и сделают. То есть это решаемый вопрос 100%. Понятно. Так, скажи мне, пожалуйста, цена. Цену скажешь, какая цена сейчас идет на эти... Сейчас акционная, там, на первые 20 штук было 4,5 тысячи у меня. Но осталось 4. То есть по этой акции 4 пары осталось. Так, вот даже еще раз. Сколько стоит? 4,500. 4,500 стоят эти наушники? Да. Вот с комплектом совсем... Последние 4,6 тысячи, дальше 4,850 будет розничная цена. А, ну, невелика разница. Невелика, но она есть. Да, 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 да. Понятно. Смотри, Игорь, какой вопрос теперь возникает. Конечно, здесь идет, значит, написано сварок, то есть это ты делаешь под свои аппараты. Но ведь владельцы других приборов тоже могут это купить. Это же любой прибор можно к любому прибору подключить. Ты не понял. Это для всех. Ну, к любому, вообще к любому прибору можно это все подключить. К телефону даже можно подключить. Значит, теперь я могу, смогу пользоваться своим глубинником. Да. Глубинником, да? Да, да, да. Сейчас я, вот. Надеюсь, он у меня заряжается с осенью. Смотри. Помнишь, ты мне дарил глубинник? То есть я могу теперь спокойно пользоваться им. Берешь это, да? Сюда втыкаешь. Вот ты воткнул. Включил трансмиттер. Вот он замигал у тебя. Включаешь наушники. Вот все. Он загорелся. Видишь, это просто сюда. Ну, все туда, да, да. Раз, сюда убрал. Да. Ну, давай. Ну, что ты не слышишь? Да, слышу, щелкает. Обалденно. Вот это то, что так не хватало, блин, глубинному прибору. Угу. То есть громкость можно на свете регулировать. Да, стоит джок-дайл, который управляет, собственно, громкостью. Блин, здорово. Вот теперь я смогу пользоваться глубинником гораздо удобней. Потому что, ну, реально меня напрягало, когда я хожу и вою на весь лес. Как тебе съешь, когда я же тебе там по осени дал? Блин, съешька реально классная. Съешька реально классная. Отличается от простой. Да, да, да. Что скажешь? Ну, во-первых, намного стабильнее работает. Потому что, помнишь, мы с тобой даже тестировали там какие-то варианты. И там, ну, какие-то нюансы были по стабильности, короче. Здесь все четко, классно, здорово. Блин, мне нравится. Вот, Golden Mask, ребята, глубинник, съешька третий. Блин, ну, просто мой совет. Реально, вот. И многие оценили это дело уже. То есть это же не просто, это же даже не реклама, в общем-то. Хотите покупать, а хотите нет. Но реально лучше глубинника не найти. Игорь, ну, еще какие-то, вот, ладно. Выходит новый прибор, будут новые наушники, да, там все дела, короче. То есть работа идет, работа движется. Я вижу, что качество растет. Качество растет. Скажи, какие-то еще, может быть, нюансы, какие-то еще работы? Что-то еще будет? Вообще, вот на далекое будущее, может быть. Что вообще в планах какие-то вообще? Ну, если на далекое будущее говорить, то сейчас, ну, не на очень далекое. В пределах год-полтора идет, ну, уже не то, что разработка, а обкатка, практически, экранного прибора. А, то есть будут новые еще приборы. Дальше развитие, все, продолжается. Сейчас в проекте четыре прибора. Если говорить на еще ближайшее будущее, то в ближайшем будущем производство шести рамочников. Рамочные детекторы, знаешь, такие? Нет. В метро ставят, проходящиеся. Рамочники, да, значит, эти ручники тоже будут? Обалдеть. Пинпойнтер. О, пинпойнтер вообще хорошо. Игорь, я надеюсь, 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 да, всех, кого что-то интересует, в принципе, да, я буду, наверное, тоже, как один из участников и, собственно, да, как бы информационных партнеров на слете старейшины. Буду присутствовать однозначно. Может быть, у Дока. Я буду, но Док что-то давно не звонит. В общем-то, я, в принципе, не знаю, где он сейчас, надо будет позвонить, тоже созвониться, потому что у него тоже очень хорошие слеты. Скажи, пожалуйста, да, скажи, пожалуйста, ты будешь как представитель на этих слетах? Будешь, например, отчасти? На обоих. И там, и там буду. Ну, я знаю, даже на старейшине ты один спонсоров, в общем-то, идешь, да? Ну, я, собственно говоря, и там спонсор тоже. А, у Дока ты тоже спонсируешь, да, все это дело? Да, да, посидели. Слушай, ну, получается, что всех, кого интересуют какие-то вопросы, ты можешь лично ответить на них, если люди приедут просто на слеты, да, вообще? Вообще без проблем. Все. Ну, я тебе так скажу, что на слете, на старейшине, по крайней мере, уже такая договоренность, в принципе, есть. Наверное, глубинник разыграем. Угу. СМЕ. Обалдеть. Угу. Это здорово. Ну, 120 тысяч стоит вещь. Да, здорово, кстати, если будете на слете, но будет реклама отдельно слета, конечно, как обычно. Если ничего, если не изменится, да, там не случится, там война, там, или там метеорит не упадет. Какая война, ты что? Да бог с ним, какая разница. Вот, ну, мало ли шо, а шо вы хотите. Вот, и так далее, да, то, наверное, как обычно, наши палатки будут стоять рядом. Подходите к нам, спрашивайте Игоря, подходите к Игорю, спрашивайте нас. Мы будем, скорее всего, стоять рядом. Вот, всех желающих приглашаем, да? Предлагаю дружить домами. Нет, предлагаю дружить семьями. Да. Вот, я думаю, будут по-любому какие-то подарки. Скажи, что-нибудь про промокоды какие-нибудь для нашего канала, как обычно. Ну, промокод ты знаешь, какой у вас? Ну, промокод, да, в поисках истории он действует, да, продолжает действовать? Угу. Так что, если хотите что-то купить, какое-то, ну, все, что есть на сайте, в общем-то. Сейчас, смотри, сейчас идет, во-первых, ликвидация всего того, что было закуплено по плану Golden Mask. Ну, что начали закупаться? То есть, продажа по сниженной цене. Угу. Остатки. Угу. То есть, это катушки, металл-детекторы грунтовые, там, в принципе, больше ничего уже и нет. Угу. Все остальное распродают. Ну, да. То есть, все, что касается Golden Mask, распродается. Осталось, там, буквально, там, полтора-два десятка детекторов и там катушек, ну, уже штук сто. Угу. Поэтому, если хотите успеть, кому это нужно, пожалуйста, покупайте. Пока цена очень низкая, очень низкая. Ниже она уже не будет, я вас уверяю. Это практически по закупочнице не нравится. Golden Mask неплохо себя зарекомендовал у нас. Ну, жаль, что так вышло. Жаль, что так вышло, да. Ну, что же делать, да. Как бы. Ладно. Ну, вот, в принципе, наверное, и все. Да. Все, что будет интересно, задавайте вопросы на форуме. На форуме у Игоря. Ну, не форум, у нас группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте, да, группа ВКонтакте, ну, конечно, все равно форум, общение, общение, форум, да, как бы все дела. У меня также, в общем-то, в поисках истории, да, есть и форум там, и под видео, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы все эти вопросы передадим Игорю, и Игорь обязательно на них ответит. Я думаю, да, да, правильно? Ответишь же? Да, да. Ничего, ничего не утаишь, ничего не скроешь. Все. От вас чего утаишь, все раскопайте, все увидите. Обязательно. Следопыты же, потому что. Да. Так что все. Кто там задавал мне вопросы про то, что компания Голден Маск больше не существует в России, все это в раке, она просто перепрофилируется, да, и как бы называться будет по-другому. Все поддержки приборов Голден Маск продолжаются в тех или иных, в общем-то, на тех или иных условиях, да, там, все это Игорь все расскажет, там, если что, звоните, спрашивайте. Да, 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 телефон как бы есть. Одним словом, полноценный гарантийный сервис. Да, гарантийный сервис остается, ничего, никуда не переживайте, не бойтесь, все будет нормально. Пошедшие все праздники. Не скрывается. Да, кстати, с Новым Годом. На этом мы с вами обращаемся, всего доброго, до свидания. Все, всем пока, все вопросы там внизу и ссылочки тоже. Пока, спасибо, что пригласил. Все, пока, пьем чай, кушаем баранки. Спасибо. 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 Спасибо.